Как закончено исполнительное производство по решению Европейского суда? Сейчас, пока, этот вопрос не актуален. Хорошо, такой вопрос. Арестованы средства? А две тысячи евро? То есть люди уже получили? Исполнительное производство уже не закрыто по решению Европейского суда, по конкретному человеку. То есть, как только закончено будет исполнительное производство, документы должны быть переданы в судебный департамент. Они обращаются в Генпрокуратуру. Генпрокуратура устанавливает виновных лиц. То есть, есть процедура абсолютно отработанная. Хорошо, пенсия, пожизненная выплата, там же должны постоянно исполнять. Там же должны будут платить пожизненное, что будет ждать, когда... То есть, исполнительное производство не может быть вечно открыто? А куда деваться? Подождите, в данной ситуации, например, когда речь идет о выплате алиментов, да? То есть, пока 18 лет не исполнилось, либо пока получатель алиментов не умер, он уж платится, так же и пенсия. Можно исполнительное производство будет открыто вечно. Но в таком случае что? В данной ситуации никто не понесет ответственность. Правильно я понимаю, что вы? Да. Но дело в том, что в любом случае не у любого полноважения решает этот вопрос. Этот вопрос решает Генеральная прокуратура. Нет, ну подождите. Если вы на особо, чьи установлены и вы на... Но ваша задача эту информацию передать и сделать все возможное, чтобы вернуть государству эти средства. Я не вижу, чтобы какие-то меры в этом направлении предъявлялись, осуществлялись. Люди считают, что конкретно виновником их бед является Азаров. Денег у него хватит отдать всем чернобыльцам по евро. Кто давал все эти протокольные распоряжения, кто их подписывал? В данной ситуации, то есть, мы не видим, чтобы те люди, которые пришли, да, то есть, после Майдана власти, хоть что-то делали в этом направлении. Что, нам еще один Майдан собирать? Уже с Юго-Востоком. Ну, слушайте, вопрос решается в один день. Для пенсионного числа, когда было первое решение по чернобыльцам, это дело Цыгулька и другие против Украины. Впервые там были поставлены вопросы, которые касаются пожизненных выплат по пенсии. То есть, все думают и правительства, пенсионного фонда о том, что решение исполнено, и в европейском суде не прошло. И вот уже прошло фактически год. То есть, ВОЗ как был на одном месте, так там и остался. То нам обещали, подождите, еще три месяца не прошло, потом подождите, еще мы тут думать будем. Мы сколько обращений подали. Мы на Министерство юстиции неоднократно писали, на пенсионные фонды. То есть, у нас сейчас вообще собран весь комплект документов по каждому человеку, да, который подтверждает бездеятельность государства Украины. Там ответы четкие из пенсионного фонда, которые, считай, говорят, что мы решение европейского суда не видели глаза, не собираемся его исполнять, у нас есть восстановление комбината. Все. То есть, в этом аспекте более чем достаточно. Не совершенство закона, но, извините, за такой период времени уже должны были быть письменные какие-то подания в этом плане, на изменение действующего законодательства, уже должны были быть подания в отношении постановления комбината. То постановление комбината, которое планировалось принять, оно, по сути, является не решением проблемы, а наоборот, и его усугублением. Та рабочая группа чернобыльцев, которая действовала, там еще много вопросов теперь к ним, у их же соратников. Вот понимаете как, вот мы сейчас спустимся к Людмиле, да, вот представителям из разных регионов. Нужно будет четко, конкретно им сказать график. Чего им ждать? Когда? Когда им сюда прийти и получить конкретный уже результат? Более, Евросуд это приоритет. Как минимум, по речению Евросуда, ты все равно обязан начислить. Когда? Когда? Да, точнее, пожалуйста, определите. Поскольку этот вопрос не только мы решаем, не только от нас он зависит. А все так говорят. А все со своей стороны. Вот уже. И пенсионный фонд это говорит, и исполнительная служба это говорит, и вы это говорите конкретно. Все, что нам ловить яценюка, с ним встречаться. Как и говорить, мы ничего не решаем, да, говорите все яценюку, мы к нему пойдем, с вами буду беседовать. Хорошо, пожалуйста. Вы же подавали какие-то обращения в Камин? Мы подавали. Причем-то ходили же в Камин, куда-то еще выходили. Куда мы только не ходили. Мы на все уже, скажем так, инстанции эти обращения подавали. По итогам последней акции, которая у нас была, радость перед майскими праздниками, мы тоже подавали на Верховную Раду, на исполняющие обоиски президента, на министерство. Понимаете, все это было уже. Пока ответа нет, еще там у нас месяцы с этой акции последней не прошли. Но пенсионные фонды людям дали везде четкие ответы, что они исполнять ничего не будут. Единственная справка, которую люди у нас вывели, да, то есть уже под нажимом, закрывшись с ними в кабинете, да, то есть поймав начальника пенсионного фонда, если бы решение суда исполнялось, сумма задолженности была бы такая. Вы ее видели. Это у нас ребята из полкана. То есть вот возникает вопрос. То есть сегодня у нас люди спокойные, но поверьте, когда они там собираются на Майдане, да, то есть у них планы совершенно другие. Мы действительно сдерживаем, предлагаем действовать правом поле. Никаких решений, ничего. Потому что сейчас, правиль, дайте, пожалуйста, конкретно, когда что будет сделано, чтобы мы могли людям озвучить и людей как-то успокоить в этом плане, то есть дать им какие-то ориентиры. Потому что если ориентиров не будет, тогда они могут сказать, как они будут действовать. То есть они начнут действовать самым таким вот жестким образом. Начнут штурмовать Генпрокуратуру. То есть следующие их акции, которые они будут предпринимать с лифи, не привлечь к уголовной ответственности, да, то есть всех лиц, которые идут по циклочке. Будут они привлекать, не будут. Не секрет, что сейчас Генпрокуратура, да, то есть главный, который занимает предстоятельность свободы. Здесь, значит, у нас распределена, да, исполнительная власть. Это там Баткевщина. Будут они между собой там как-то цапаться, не будут они между собой цапаться. Люди надеются на то, что хотя бы какая-то политическая сила в этом аспекте начнет что-то делать. И вполне возможно, что все-таки в предвыборной борьбе могут быть у кого-то проблемы из этого. То есть если вы сейчас изучите конкретные сроки, конкретные даты, мы будем людей на это ориентировать. То есть это мягкий вариант. Если вы сейчас этого ничего не скажете, то мы будем вынуждены найти по шестному варианту. То есть подавать повторно в Европейский суд и инициировать тогда криминальные права отшивания. Чтобы вы ничего не делаете и не хотите. Плюс уже такие методы, которые они сами будут избирать. Как адвокат я не могу им такого советовать. Я действую только в правом поле. Но то, что они озвучивали мне, я вам четко говорю. То есть они озвучивали достаточно меры, достаточно такие меры, которые в принципе, наверное, в духе права сектора. Вы считаете, что какие-то жесткие меры могут повлиять на эту ситуацию? Или добавить денег в бюджет? Или решить найти... Подождите, вопрос не денег в бюджете. Вопрос механизма. То есть власть не хочет разрабатывать механизм, потому что это коснется чьих-то денег. Если вопрос, где найти денег, вы знаете, даже простой рядовой человек может сказать. Что, извините, хватит играться с налогами, с теми же возмещениями НДС. Хватит играться с офшорами. И деньги появятся. Я уж не говорю о том имуществе, которое есть, например, в нашей стране. То есть которое продается за копейки. И не секрет, что сейчас продолжают функционировать коррупционные схемы. То есть все специалисты сейчас об этом говорят. Мы там вопрос не контролируем. Наполнение бюджета со своей стороны. У нас есть какая-то бюджетная программа, которую мы получаем. Но вы понимаете, если вопрос только денег. У нас есть специалисты, которые глубоко занимались, например, по вопросу военного имущества. Которые знают четко, что касается Киева, по земельным вопросам. Мы могут четко подсказать, как найти, например, первые деньги, необходимые, чтобы хотя бы начать это все исполнять. Я уж не говорю о глобальном уровне, который затронет, например, интересы там уже каких-то финансовых групп. Ну, касательно того, что мы на данный момент можем предложить со своей стороны, это на следующее совещание, которое будет у премьера, мы подойдем. Когда оно будет? Когда мы будем, когда нас уведомят об этом. А вы нас уведомите об этом, чтобы мы там почувствовали? Ну, если нас сюда тоже привысят, соответственно, как только мы получим информацию об этом, мы подадим данные о том, что необходимо решать опять же эту системную проблему. Значит, давайте так. Возможно, чтобы мы лично озвучили эту проблему. Почему? Потому что люди сейчас проявляют очень сильное недоверие к Министерству юстиции, к ее деятельности Министерства юстиции. Вне зависимости от того, что сейчас есть новый министр, но этот новый министр делал там заявление в отношении того, что можно забирать имущество Российской Федерации и все остальное. Кстати, в отношении имущества Российской Федерации, если уж на то пошло, если в правильном юридическом контексте рассматривать вот эти обязательства по чернобыльцам, то, по сути, они относятся к обязательствам по возмещению вреда здоровью. То есть это обязательство возникло еще во времена Советского Союза. Имущество, которое делилось, должно было делиться после распада Советского Союза, это же не только как бы объекты материального мера, но это же и права и обязанности. Ради Бога, чернобыльцы готовы даже содействовать, да, то есть и своими какими-то акциями, и своим каким-то волеизъявлением, ради Бога, это можно оформить в том плане, чтобы все-таки и за счет имущества Российской Федерации, да, где бы оно ни было, то есть им выплачивали задолженности. Ну, вопрос ареста имущества Российской Федерации и всех этих процессов, связанных с разделом собственности СССР, не нашей компетенцией. Но тем не менее, министр юстиции это же озвучил. Этот вопрос тоже стоял, и на данный момент есть вопросы, о которых тоже шла речь. Это вопрос, и ущерб, о котором нанесен незаконной национализацией, которая в Крыму прошла, и так далее. Я понимаю, но имущественное обязательство перед членобльцами, это тоже, скажем так, последие Советского Союза, оно тоже должно делиться, кто взял больше активов, тот же должен брать и, соответственно, пассивы. И в этом аспекте, то есть эти обязательства, которые несет Украина, можно было бы в дальнейшем возлагать и погашать за счет имущества Российской Федерации, если речь идет о 1-2, то есть предусматривать какие-то механизмы, то есть с точки финансирования. Пока вопрос о переразделе собственности не стоит, да, Советского Союза, поэтому давайте... Странно, а почему? Он давно-таки озвучил эту проблему, и, я так понимаю, он озвучил, а дальше ничего не делается? На данный момент не мы занимаемся этим вопросом, поэтому не могу вам сказать, происходят ли какие-то там юридические действия в этом направлении, касательно перераздела собственности. Хорошо, вы сейчас имеете статус, по сути, заместителя министра юстиции. Скажите, пожалуйста, а позиция министра юстиции в этом аспекте, он в курсе этих проблем или... Министр в курсе этих проблем, мы обведываем его еще раз после нашей встречи сегодняшней, мы замечаем еще раз о том, что существует данная проблема, и позиция, в любом случае, направлена на разрешение всех проблем, которые есть на данный момент. Поэтому, какими механизмами и каким образом мы можем сделать, только путем интересения нормативных изменений, поскольку мы не имеем воздействия на пенсионный фонд, и наши письма не заставят их в один момент... Разработать предназначение, например, по поводу разработки проекта, того же постановления Кабмина. То есть, в любом случае, здесь нужно постановление Кабмина, которое заставит пенсионный фонд по-другому исполнить это постановление 12.10. То ли его убирать вообще это постановление 12.10, то ли вносить тогда в него такие изменения, которые позволят исполнять решение Европейского суда. То есть два варианта. Скажем так, сейчас у нас самая активная часть, это все, что мы нашли европейский суда. Они считают себя наиболее пострадавшими, наиболее обиженными. То есть можно было в этом плане сделать это поэтапно. Вначале для тех, кто прошел Европейский суд, потом уже решать вопрос по национальным судам. То есть в этом аспекте это людям будет понятно. Понимаете? То есть они будут считать, да, Европа сказала, значит государство Украина исполняет. Ну, касательно перерасчета, то в любом случае он будет происходить, мне кажется, на равных основаниях, вне зависимости от того, если решение Кабмина, то есть вопрос как бы. Вопрос открыт. Тут дело в том, что если их уравнивать, эти два вопроса, то говорят, что Евросуд это вот связан с национальным, и мы убираем на второй план. Нет, будьте добры, Евросуд исполнить. В первую очередь. Есть законность. Потому что государству это было бы, если уж на то пошло, может быть и более выгодно, потому что понятное дело, что государство сразу не сможет выполнить все обязательства финансового характера. То есть здесь нужно будет предусмотреть какие-то этапы, эти этапы должны быть чем-то обоснованы с юридической даже стороны. То есть наличие решения такого органа, как Европейский суд по правам человека, может являться таким обоснованием. Почему, например, юридическая процедура, например, разбита на какие-то этапы? Для одних лиц, для других лиц. Скажите, пожалуйста, когда Вы сможете нас уведомить о каких-то результатах в этом аспекте? Вход не в этот вопрос. Как только будут результаты после совещания премьера, которые проходят на этом вопросе, и будет принято решение, да? Когда это будет? Было проведено два на данный момент. Были поставлены задачи. Как только будет следующее, и мы об этом узнаем, мы вас уведомим не назначаем эти мероприятия. Нет, ну, мне просто непонятно. Но встретились Вы с премьером, поговорили. Он сказал, хорошо, все это очень интересно, до свидания. Встретимся в следующий раз. Я правильно Вас поняла? На данном совещании присутствовали замминистра, глава аппарата и глава исполнителя службы. Но в любом случае, когда проходят совещания, какие-то есть результаты этого совещания, даются какие-то указания, да? То есть какие-то задания. Вы какие-то задания в этом аспекте получили или пенсионный фунт от премьер-министра? На данный момент была озвучена проблема, да, в чем было соцсовещание, и необходимость ее разрешения и поиска путей предложений. То есть Вам дали задание разработать свои предложения? Министерство юстиции озвучено. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!